всем привет ребят на связи с вами артем виталич как мы знаем у нас егэ по физике немножечко изменился и 30 номер из второй части стал сложнее раньше он был 3 балла теперь это 4 балла задача по механике и что же там изменилось все очень просто мы получаем 3 балла за решение самой задачи и 1 балл мы получаем за обоснование используемой физической модели собственно в этом видеоролике как раз хочу разобрать две задачи которые нам предоставили в демо версии обсудить решение этих задач и обсудить обоснование применимости законов для решения этих задач как получить 4 балла за эту задачу ну что ж мы начинаем итак первая задача как раз который был представлен в демо версии то что у нас есть снаряд массой 4 килограмма обозначим суммарную массу за двоем он летит со скоростью 400 метров в секунду происходит разрыв снаряда один причем разрывается на два равных осколка один осколок летит в направлении движения снаряда 2 осколок летит в противоположную сторону так при этом соответственно суммарная кинетическая энергия осколков на 0 5 мега джоулей больше чем кинетическая энергия соответственно изначальной изначально моего снаряда надо найти скорость осколка который полетел в направлении движения снаряда и соответственно при этом обосновать применимость законов которые мы здесь опишем ну что ж давайте сначала мы решим с вами задачу а потом как раз поговорим об обосновании этих законов итак поехали смотрите что мы здесь применяем но несомненно в первую очередь по факту мы должны здесь записать закон сохранения импульса в направлении движения нашего снаряда давайте скажем то что вот здесь у нас есть ось x в направлении движения снаряда и мы запишем закон сохранения импульса почему вообще на самом деле работает здесь закон сохранения импульса а какие силы у нас здесь действуют у нас по факту действуют на кусочки снарядов силы тяжести правильно м же и помимо сил тяжести у нас еще действуют некоторые внутренние силы силы соответственно разрыва той силы которые возникают возникают нас вот здесь внутри снаряду так и которые расталкивают совестно осколки снарядов в противоположные стороны обычно классически мы считаем что время снаряда у нас достаточно маленькая давайте кстати вспомним замечательный закон закон об изменении импульса системы изменение импульса системы что такое импульс системы импульс системы это суммарный импульс векторная векторная сумма всех импульсов наших тел входящих систем так вот изменение импульса системы это сумма всех внешних сил которые действуют у нас на систему и умножить на промежуток времени дельта t так вот что происходит смотрите господа у нас здесь действуют внешние силы наши осколки в процессе разрыва сил тяжести так и у нас еще действуют силы внутренние в процессе разрыва давайте наверное их мы тоже отобразим вот они у нас будут внешние силы очень внутренние силы это силы взрыва и так у нас смотрите у нас действуют силы взрывов да наши снаряды здесь знак минус показ потому что у нас эти силы равны по третьему закону ньютона по модуль дай противоположный по направлению так вот нас действует силу взрыв я не зря показал длину векторов на настолько большой в сравнении с длиной вектора сил тяжести дело в том что если рассмотрю один из осколков до в отдельности то действие силы тяжести за время взрыва крайне маленькая по сравнению с действия силой взрыва и получается что у нас если даже рассмотреть как меняется импульс соответственно у нашего осколка под действием сил тяжести он меняется незначительно то есть сама сила тяжести импульс нашего осколка меняет незначительно по сравнению с тем как меняет импульс именно сила взрыва именно поэтому получается что в нашем замечать на вот этом законе. Мы можем сказать, что у нас дельта Т как будто устремляется к нулю. То есть для нас этот промежуток времени крайне малый. Тем самым мы можем пренебречь изменением импульса нашей системы и сказать, что импульс системы есть величина неизменная, константа. А раз это есть величина неизменная, то я могу записать закон сохранения импульса. Как у нас он будет выглядеть? Ну, если мы говорим о том, что у нас оси Х направлена в направлении движения снаряда, то у нас был импульс 2МВ0. И теперь у нас у вас осколка импульс МВ1 и минус МВ2. Минус МВ2, потому что у нас скорость осколка направлена против оси Х. Замечательно, мы записали первое уравнение. И второе уравнение мы можем записать, соответственно, по факту из условия задачи. Некоторый закон сохранения энергии. Нам сказано, что у нас суммарная кинетическая энергия осколков увеличилась на 0,5 мега джоуля. Тогда что у нас получается? У нас получается то, что суммарная энергия кинетическая осколков здесь у нас МВ1 в квадрате пополам, так? Плюс МВ2 в квадрате пополам. Это суммарная кинетическая энергия осколков после взрыва. И она на 0,5 мега джоулей больше, чем суммарная кинетическая энергия получается снаряда до взрыва. Тогда получается то, что мы записываем, что это у нас дельта Е плюс 2МВ0 в квадрате пополам. Замечательно, мы получили второе уравнение. По факту мы это уравнение еще записываем, исходя из каких соображений? Мы записываем это, исходя из того, что в процессе взрыва, когда у нас разлетаются наши снаряды, то у нас получается по факту мы пренебрегаем тем, что у нас же как-то высота меняется, правильно? Да, высота меняется, и, соответственно, часть потенциальной энергии может перейти в кинетическую. И наоборот. Так вот, мы пренебрегаем изменением, соответственно, высоты именно в процессе взрыва. То есть, если мы считаем, что у нас был снаряд в этой точке, то когда он разорвался на два осколка, то наша два осколка находится так близко к этой начальной точке, что можно считать, что это одна и та же точка. Супер! Смотрите, мы получили с вами два замечательных уравнения, и теперь давайте мы их решим. Итак, у нас есть такие два замечательных уравнения, давайте их немножечко мы преобразуем. Соответственно, из закона сохранения импульса что мы можем с вами получить? Давайте запишем. Если мы поделим с вами на массу, И давайте выразим, например, скорость v2, потому что надо найти v1, да? У нас получается, что скорость v2, чему она равняется? Она равна 2v0, нет, она равна v1, да, минус 2v0. Итак, v2 равно v1 минус 2v0. И давайте, собственно, мы это подставим все сюда. Здесь мы сразу же с вами давайте домножим все на двоечку, сократим на массу. То есть у меня получается v1 в квадрате плюс v1 минус 2v0 в квадрате, так, равно. Здесь мы, получается, умножаем на 2 дельта е, делим на m. И здесь у нас плюс 2v0 в квадрат. Замечательно, у нас получилось с вами вот такое уравнение. Дальше что мы можем сделать? Давайте раскроем скобку, да? У нас получается v1 в квадрате плюс v1 в квадрат минус 4v1 в 0 плюс, соответственно, сколько у нас? Плюс 4v0 в квадрат равно 2 дельта е на m плюс 2v0 в квадрате. Дальше у нас получается 2v1 в квадрате минус 4v1 в 0 плюс 2v0 в квадрате равно 2 дельта е на m. Сократим на двоечку. У нас получается с вами v1 в квадрате минус 2v1 в 0 плюс v0 в квадрате равно дельта е на m. Ну и если мы внимательно с вами посмотрим, то что у нас здесь? Здесь у нас по факту квадрат разности находится, да? Соответственно, у нас получается, что v1 минус v0 в квадрате равно дельта е на m. Супер! Ну и давайте мы перейдем с вами вот сюда, вот в эту замечательную область. Что у нас получается с вами? Значит, если мы извлекаем корень, то у нас будет v1 минус v0 равно корень из дельта е на m, правильно? Не забудьте здесь, так как вы извлекаете корень, не забудьте здесь поставить плюс-минус. И тогда у нас получается, что v1 равно v0 плюс-минус корень из дельта е на m. Вот, соответственно, наш, в принципе, ответ. Но теперь надо подумать. У нас очевидно, что по закону сохранения импульса, но если мы просто посмотрим, собственно, на это уравнение, то v1 равно 2v0 плюс v2, то есть v1 должна быть точно больше v0, да? Раз v1 должна быть больше, чем v0, то значит, нам подходит только единственный здесь корень со знаком плюс. Это v1 равно v0 плюс корень из дельта е на m. Собственно, мы получили с вами ответ. Здесь дальше вы можете подставить все необходимые значения и посчитать, да, что у нас получается. Так, подставить значения, да, здесь у нас масса, кстати, не забудьте, то, что у нас масса 2 кг, у нас 2 mx4, а m это 2 кг. И тогда у нас получается здесь, здесь у нас 500 и 400 плюс 500, 900 метров в секунду. Супер, мы нашли с вами скорость, да? Получается, что мы решили, собственно, эту задачу с разрывом санряда. И теперь давайте поговорим об основании. То есть по факту мы при решении этой задачи применяем лишь два закона. Закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. И вот самая, на самом деле, важная часть здесь, это обосновать, почему вы можете применить закон сохранения импульса. Закон сохранения импульса легко можно применять, если вы рассматриваете замкнутую, да, изолированную систему. То есть система, когда у вас нет внешних сил, или сумма внешних сил равна нулю. Здесь есть внешние силы, это силы тяжести. Они не равны нулю, да? Сумма сил тяжести здесь не равна нулю. Поэтому импульс системы в ходе процесса взрыва по-хорошему меняется, суммарный импульс системы. Но мы этим пренебрегаем. И мы должны написать, что мы пренебрегаем действием силы тяжести за время взрыва, так как силы тяжести крайне малы в сравнении с внутренними силами, которые действуют у нас на осколке, силами взрыва. Это самый важный аспект. Мы должны четко написать, что мы пренебрегаем. Соответственно, вот эта строчка, по факту этот закон, он вытекает у нас по большей степени, соответственно, именно из условия задачи. Давайте мы четко обратимся к условию задачи. У нас в условии задачи написано, что в момент взрыва суммарная кинетическая энергия осколков увеличивается на 0,5 мега джоулей. Суммарная кинетическая энергия осколков увеличивается на 0,5 мега джоулей. Мы записали, что вот суммарная кинетическая энергия увеличилась, как раз вот на это значение. Ну и понятно, что на самом деле здесь еще можно дописать такую замечательную историю, что так у нас взрыв происходит явно в какие-то разные стороны, то есть мы можем изменить какую-то высоту, а то мы можем написать на самом деле, что при изменении этой высоты у нас вроде как должна поменяться там потенциальная энергия, тоже кинетическая энергия за счет этого может измениться, то есть мы могли разлететься на какую-то достаточно большую высоту, это возможно надо было тоже учесть, да. Но мы можем как раз написать то, что этот закон мы записываем в рамках того, что нам сказано по условию задачи, плюс ко всему мы по факту рассматриваем взрыв, то что наши два осколка находятся в начальной точке, то есть мы пренебрегаем изменением высоты, опять же считая, скажем так, время взрыва малое, да, мы пренебрегаем просто изменением высоты. Супер, мы рассмотрели задачу, давайте рассмотрим вторую задачу, которая была предоставлена в демо-версии 2022 года. Итак, следующая задача, у нас есть система из грузов, массы m1, m большое и m2, у нас здесь гладкая поверхность, а вот здесь имеется трение, коэффициент трения у нас 0,2, массы m1 и m2 равны массе m малое, нам необходимо найти при каких значениях, при каких значениях массы m малое, грузы m1 и m большое будут двигаться как единое целое. Ну, давайте с вами начнем, несомненно, с расстановки сил. Какие силы у нас здесь действуют? Ну, во-первых, у нас явно действуют силы тяжести, и это надо отобразить, наверное, да? Причем давайте мы сделаем следующим образом. Я фиолетовым. Вот, давайте сначала начнем с этого, кстати, груза. Какие силы вот действуют именно на этот груз, на m2? На него действует сила тяжести m2g, несомненно, и на него действует сила натяжения. Давайте назовем ее t2. Замечательно, зафиксировали, да? Что у нас вот с этим грузом? На этот груз у нас действует сила натяжения нити t1, у нас, соответственно, действует на него сила тяжести mg. Такие еще силы действуют именно вот на этот груз. На этот груз у нас действует вес со стороны верхнего груза. У нас верхний груз давит на нижний. Значит, есть некоторый вес обозначим vp. И давайте поймем следующее. Как происходит движение? У нас верхний груз, точнее, нижний груз относительно верхнего, что он хочет сделать? Он хочет уехать. Вот возьмите две ладони и потрите их вот так. А теперь именно возьмите две ладони и нижнюю направьте в сторону движения нижнего груза. На нижнюю ладонь куда у вас действует сила? Она действует в обратную сторону. Так, у нас, соответственно, вот здесь возникает сила трения. У нас вот здесь возникает сила трения. Я обозначиваю сейчас без вектора, хотя нет, ладно, давайте с вектором. Обозначим ее как f3.1, да? И смотрите, что интересно дальше у нас возникает. А теперь рассмотрим силы, которые действуют на верхний грузик. Силы, которые действуют на груз m1 я буду обозначать красным. На него, несомненно, кстати, еще одну силу здесь забыли. Какую силу? На нижний груз. На нижний груз, несомненно, действует сила реакции опоры, правильно? n1. Единственное, я сразу же отмечу то, что у меня длина отрезков немного непропорциональна. n1 должна быть равна сумме длине вектора p и mg. Но здесь, чтобы не накладываться на этот рисунок, то я сделаю его поменьше. Смотрите, если я рассматриваю верхний груз, если я рассматриваю верхний груз, то на верхний груз, несомненно, действует сила тяжести, правильно? m1g. На него также действует своя сила реакции опоры. Можем обозначить ее n-штрих. Причем, давайте сразу же заметим, что у нас по факту, вот эта сила реакции опоры, n-штрих равна p. n-штрих равна p. Почему? По третьему закону Ньютона. n-штрих равна p, по третьему закону Ньютона. n1, точнее, n-штрих, это сила реакции опоры, которая действует со стороны нижнего груза на верхний. Нижний толкает верхний, как бы вверх, да? А верхний давит на нижний. По третьему закону Ньютона они как раз равны и противоположно направлены, и действуют на разные тела. n-штрих действует на верхнее тело, а p действует на нижнее тело. Замечательно. Так, окей, это мы зафиксировали. И смотрите, есть еще одна сила. Куда действует сила трения на верхний груз? Но опять же, давайте вернемся к нашим замечательным ладоням. Поставим вот так ладони. Нижний груз пытается уехать от верхнего вправо. Теперь попробуйте понять, куда действует сила, именно на верхнюю руку. На верхнюю руку сила действует туда, вправо. Получается, что у вас вот на этот груз верхний действует сила трения. Она действует вправо. Назовем ее f3, не а2. Замечу, что эти силы, сила трения 1 и сила трения 2, они тоже равны. f3, не а1 равно f3, не а2. По третьему закону Ньютона. Силы в природе рождаются попарно. f3, не а2, красная, она действует на верхнее тело. f3, не а1, она фиолетовая, она действует на нижнее тело. На нижнее тело у нас сила трения пытается притормозить, а верхнее тело она как раз разгоняет. Именно за счет действия вот этой верхней силы, если вы, допустим, возьмете какую-нибудь поверхность и положите маркер. Смотрите, я передвигаю поверхность. А маркер передвигается вслед за поверхностью. На маркере я не действую никакой силой напрямую. Но из-за того, что у нас вот здесь, между маркером и этой поверхностью возникает трение, то маркер перемещается как раз в направлении движения этой поверхности. Если же я очень быстро, соответственно, извлеку эту поверхность, так, ну, представьте, здесь поверхность. Опа! Ну ладно, хорошо. Мне кажется, что я, соответственно, ее наклонил, да? Рывком. Если я вырываю, то у меня маркер не успевает изменить свою скорость. Ускорение, которое возникает за счет действия силы трения, недостаточно для изменения скорости, и маркер падает. Так? Так вот, что у нас здесь получается с вами? Мы записали то, что N1 равно P, F3N1 равно F3N2. Супер! Они, несомненно, двигаются с какими-то ускорениями. То есть у нас, если они двигаются как единое целое, у них одинаковое ускорение, пусть они двигаются с единым ускорением каким-то A1, направленным вправо, да? А это все двигается с ускорением A2, направленным вниз. Замечательно. Что я могу записать? Я могу записать, несомненно, законы Ньютона. Я могу здесь рассмотреть, что у меня происходит. Представим, что у меня ось Y здесь направлена вниз, да? И мы рассматриваем второй закон Ньютона по оси Y. У нас получается M2G, M2G, минус T2, равно, соответственно, чему? Равно M2A2. Теперь смотрите. Я могу рассмотреть вот эту систему как единое целое. Почему бы меня не рассмотреть ее? Давайте вот ось X направим сюда. Почему бы меня не рассмотреть ее как единое целое? То есть если мне говорят о том, что у меня грузы M1 и M большой должны двигаться как единое целое, а у нас, соответственно, мы находимся на поверхности стола, все хорошо, то давайте просто представим, что это единое тело. Единое тело. Тогда силы F3, N1, P, N' они у нас не действуют. F3, N2 не действуют. Потому что вот эти силы, еще раз, 1, 2, 3, 4, вот эти силы, они внутренние. Они как раз действуют между элементами системы. Они как будто исчезают. Тогда получается, что у меня на это единое тело действует сила натяжения нити T1, направленная вправо. У меня, соответственно, сил трения нет, потому что они действуют между элементами системы. Это внутренние силы. Они у нас в сумме дают 0. И получается, что T1 как раз должно создавать ускорение для нашего груза суммарной массы M1 плюс M. M1 плюс M и умножить на ускорение A1. Так, замечательно. Мы получили вот такую систему из равнений. Но, теперь надо на самом деле отметить факт. Как правило, при решении таких задач, многие учащиеся знают, что здесь ускорения у них равны и силы натяжения равны. Вот как раз этот момент, это важный момент для обоснования. То есть, когда у нас 30-я задача здесь потребует обосновать применимость законов, то в первую очередь надо будет обосновать факты, почему я сейчас запишу, что силы натяжения равны и ускорения равны. Смотрите, очень часто в задачах по физике дают легкую нерастяжимую нить. Давайте разберемся с каждым понятием, что оно дает. То, что у вас нить легкая. Представим себе вертикальный кусочек нити. Соответственно, допустим, у нас здесь какие-то были грузы, и вот у нас двигается кусок нити. У нас вот здесь возникает какая-нибудь сила натяжения T1, здесь возникает сила натяжения нити T2. Какой у нас второй закон Ньютона? Второй закон Ньютона заключается в том, что у нас T1 плюс T2 равно произведению массы. Масса вот этого кусочка нити, да, масса нити умножить, собственно, на ускорение. Итак, это у нас второй закон Ньютона. T1 плюс T2 равно масса нити на ускорение. Ну, соответственно, если у нас нить невесомая, то сумма векторная должна быть 0. Значит, у нас получится, что по модулю сила натяжения должна T1 равняться T2. Итак, именно из условия невесомости нити возникает то, что сила натяжения в каждом сечении нити одинаковая. Здесь у нас нить невесомая по условию сдачи, плюс так как у нас идеальный блок, то у нас здесь нет трения в блоке. Если нет трения в блоке, то опять же тогда сила натяжения одинаковая. То есть вот если бы, кстати, здесь была бы сила трения, то тогда бы сила натяжения вдоль нити бы изменились. То есть до и после блока сила натяжения были бы разные. Но из-за того, что у нас блок идеальный, нет трения, и нить легкая, то у нас силы натяжения равны. Это первый важный момент. Соответственно, мы как раз применимо к этой задаче, что можем записать? Применимо к этой задаче, мы как раз запишем, что так как нить легкая, то из этого вытекает, что у нас сила натяжения нити t1 равна t2, и пусть она будет равна t. И второе условие. Условие нерастяжимости нити. Давайте опять же рассмотрим классическую конструкцию. Представьте, что у вас есть два груза. Первый и второй. И они связаны нитью. И двигаются вдоль оси x. Теперь, соответственно, скажем, что у нас координата этого конца x1, координата этого конца x2. Чему равна длина нити? Длина нити у нас равняется x2 минус x1. Представим, что у нас система двигается, двигается с течением времени. Соответственно, давайте рассмотрим изменения. Изменения этого уравнения в течение времени. Дельта l равно дельта x2 минус дельта x1. Все дело в том, что нить у нас не меняется. Длина нити постоянная. Ну, так как мы написали факт того, что у нас нить нерастяжимая. Значит, если у нас нить нерастяжимая, длина нитями не меняется, то у нас дельта l равно 0. Да? Нет изменения. И тогда у нас получается, что если я все поделю на дельта t. Вот давайте просто представим, что допишем, что мы все поделили на дельта t. Понятно, это вообще 0 слева. Смотрите. Что такое дельта x2 на дельта t? Изменение координаты второго тела, да? Законный промежуток времени. Изменение координаты превратно. Законный промежуток времени это скорость. Изменение координаты первого тела. Это тоже скорость. Получается, что у нас 0 равняется vx1. точнее Vx2 минус Vx1 что мы сейчас только что получили? мы из условия постоянства длины нити получили то, что у нас скорости тела равны в принципе это как бы очевидно кажется, что если у нас нить здесь неразрывная не меняет именно длину нити то когда у нас второе тело двигается скоростью 10 метров в секунду то первое тоже должно двигаться скоростью 10 метров в секунду но этот очевидный факт на самом деле вытекает именно из условия нерастяжимости нити и если мы теперь рассмотрим опять же изменение этого уравнения то есть скажем, что здесь у нас 0 равно дельта Vx2 минус дельта Vx1 и поделим это все на дельта t то что такое изменение скорости за какой-то промежуток времени изменение скорости за какой-то промежуток времени это ускорение получаем, что из условия нерастяжимости нити у нас выйдет то, что ускорение Ax2 равняется Ax1 поэтому мы можем записать здесь то, что у нас условия нерастяжимости нити A2 равно A1 и равно A Это важный момент для обоснования здесь законов. Итак, давайте вернемся к нашей задаче. Из условия легкой нити вытекает условие равенства сил натяжения. Из условия нерастяжимости нити вытекает условие равенства ускорения. Вот это как раз мы применим. У нас тогда здесь получится, переписываем эту систему, да? У нас получается mg минус t равно ma и t равно m плюс m большое умножить на a. Понятно, что можно от чего избавиться. Можно избавиться от силы натяжения как раз, да? И у нас получается mg минус ma плюс ma, точнее тоже минус, минус ma равно ma. Так, записали вот это уравнение c, да? И что можем еще применить? А давайте рассмотрим динамику только лишь верхнего тела. Динамика верхнего тела у нас следующая. У нас, несомненно, соответственно, по оси y должно быть то, что n штрих равно m1g, правильно? И это по оси y, по вертикально. А по оси x у нас получается, что верхнее тело, ему ускорение a1 создает сила трения 2. f трения 2 равно m1a1. Это второй закон ньютона по оси x для верхнего тела. И мы применяем, смотрите, у нас же получается, что верхнее тело, у нас какая вот сила трения на самом деле? Это очень важный вопрос. Это сила трения покоя. У нас верхнее тело покоится относительно нижнего. Это сила трения покоя. И значит, мы здесь применяем неравенство, что сила трения покоя, сила трения 2, должна быть меньше либо равна коэффициенту трения на силу реакции опоры, которая возникает вот в ходе этого контакта. Возникает у нас именно n штрих. Мы получаем с вами вот такое замечательное неравенство. И теперь давайте дорешаем, собственно, эту задачу. f трения 2 у нас равняется m1a1. То есть получается, что m a меньше либо равно μ m g. Отсюда мы получаем неравенство для ускорения. То, что ускорение должно быть меньше либо равно μ g. Соответственно, можем выразить ускорение отсюда. Давайте выразим ускорение отсюда. У нас ускорение чему равняется? Это m g поделить на 2m плюс m. И подставим, собственно, ускорение это сюда. И у нас получится с вами замечательное неравенство, которое мы с вами сейчас дорешаем. Итак, у нас выйдет m g поделить на 2m плюс m. Меньше либо равно μ g. Понятно, на g сократили. И мне надо найти как раз значение массы m малая. Мы можем здесь перемножить крест-накрест, а у нас числа положительные, поэтому знак неравенства не изменится. m меньше либо равно 2m плюс μm. Получается, что m меньше либо равно μm поделить на 1 минус 2m. Ну и мы можем здесь досчитать, да? То, что у нас получается m меньше либо равно 0,2 умножить на 2,2 поделить на 1 минус, получается 0,4. Здесь у нас 0,6. 2, 0,4, да? Итак, наш ответ. Давайте кое-нибудь сверху здесь запишем. Что масса меньше либо равна 0,4 килограмма. Вот если у нас масса m мало удовлетворяет этому условию, то мы, соответственно, двигаемся таким образом, что m1 и m большое двигаются как единое целое. Ну и, соответственно, давайте с вами по окончанию решения этой задачи, да, обсудим, что же именно надо здесь обосновывать. Смотрите, какие законы мы здесь применяли? Мы применяли здесь второй закон Ньютона. Второй закон Ньютона можно применять в инерциальной системе отчета. Скажите то, что мы будем считать, что наш стол является инерциальной системой отчета. Это факт номер один. Что еще мы здесь применяли? Мы записывали по факту второй закон Ньютона для системы двух тел. Мы считали, что они двигаются как единое целое. Тоже, наверное, стоит это указать, да, сказать то, что раз они двигаются как единое целое, то можно представить это единым телом. Поэтому запишем второй закон Ньютона для единого тела именно. Вот он наш второй закон Ньютона. Что еще мы здесь применяли? Мы применяли условия равенства сил натяжения. Объясните, откуда оно возникает. Скажите, что так как нить легкая, просто вам необходимо написать, что так как нить легкая, и здесь нет трения в блоке, то, соответственно, силы натяжения будут равны. Так как у вас нить нерастяжимая, то ее длина не меняется, и значит, что у вас скорость и ускорение у грузов равны. Это тоже надо объяснить. И что мы здесь еще использовали? Мы использовали, соответственно, соотношение, мы использовали неравенство для силы трения. Скажите, что так как верхнее тело покоится относительно нижнего, то значит, у нас вот здесь возникает именно сила трения покоя. А для силы трения покоя справедливо вот такое неравенство. Вы же его использовали, значит, объясните, почему вы используете этот закон замечательный. Видите, на самом деле нет ничего суперсложного. То есть вы используете всегда какие-то соотношения, формулы, законы, и просто опишите, почему вы их используете, да? Почему вы можете их использовать или откуда они вытекают. Итак, не забудьте, господа, поставить лайк, подписаться на канал. Надеюсь, это видео было полезным, и я показал, как необходимо как раз решить эти нормальные, хорошие задачи. И самое главное, что от вас требует обоснования. По факту, когда вы используете законы в ходе решения, вам нужно просто дополнить это все обоснование. С вами был Артем Витальевич. Всем до новых встреч. Пока.